Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! С вами опять я, Елена Волчек. Я хочу поблагодарить вас за лайки, комментарии и подписки, которыми поддержите наш канал. За это вам огромное спасибо! Сегодня мы будем с вами готовить голубцы. Для них нам понадобится капуста, фарш, у меня свинно-говяжий, грибы, у меня здесь сборные белые под березовики, под осиновики, рис, лук, а также для поджарки нашей, которую мы будем использовать для тушения наших голубцов, томаты и морковь. И еще растительное масло для обжарки наших томатов и моркови. Что мы будем делать сначала? Изначально мы отварим рис и отварим наши капустные листья. Рис мы будем варить до полуготовности. Капусту нашу мы положили, она сильно у нас тонуть не хочет, потому что я специально брала мягкий качанчик, поэтому я ее буду вот так вот крутить. Листья наши капустные мы уже отварили, рис тоже. Теперь будем резать лук и обжаривать его вместе с грибами. Лук я сильно мелко резать не буду, потому что мы его потом еще немножко измельчим на блендере вместе с грибами. Грибы мы будем вылаживать на сухую сковородку, для того, чтобы лишнюю воду выпарить из них. А затем будем добавлять растительное масло и лук. Вода почти вся испарилась, наливаем примерно около столовой ложки растительного масла и вылаживаем наш лучок. Грибы наши слегка обжарились совсем чуть-чуть, можно сказать, мы их обжарили для того, чтобы выпарить всю жидкость. И лучок наш стал полупрозрачного цвета. Этого достаточно. Сейчас мы немножко подождем, пока он остынет. И слегка на блендере измельчим грибочки и лучок нашим. Помидорки наши мы уже очистили от кожуры. Теперь будем нарезать. Сердцевинку мы будем удалять. Пока все остывает, мы будем готовить с поджарки. Просто будем ехать гаубцом, высочками, а затем вытушивать на сковороде. Можно было, конечно, положить томатную пасту. Зачем положить томатную пасту, если сейчас сезон, есть помидорки. Можно сделать все сосвежее. Конечно, немножко время потратить надо. Дольше получается, но зато намного вкуснее. Томаты наши мы уже нарезали. Теперь будем натирать на терке нашу морковь для зажарки. Морковь и томаты готовы. Будем приступать к нашей зажарке. Помидоры наши мы будем утушивать на сковородке до состояния томатной пасты. А морковь будем обжаривать. Слегка только обжаривать. А потом вместе все соединием. Добавляем к нашим помидоркам. Они уже почти готовы. Сейчас немножечко еще с морковочкой потушится. И все, можно будет отключать. Зажарочка наша готова будет. Вот такая у нас поджарочка получилась. Она уже готова. Больше смысла кушать я не вижу. Если это маленький кусочек помидорки до конца не разошелся, ничего страшного. Теперь займемся нашей начинкой. Для начала мы измельчим наши грибы. Для этого мы переложим их в блендер. Они у нас с лучком. И немножечко измельчим, но не сильно. Грибы наши мы будем измельчать в блендере слегка, не сильно мелко. Вот примерно вот так вот будет достаточно. Тут кусочки и лука, и небольшие кусочки грибочков попадаются. Чтобы было не совсем каши. Теперь будем это все вылаживать к нашему фаршу. И перемешивать его. Вылаживаем наши грибочки. Сейчас будем вылаживать рис. Затем добавим приправы. Все перемешаем. Теперь мы добавляем соль. Соль нормально солим так хорошо. Потому что у нас ни рис, ни грибы, ни фарш, ничего не соленое. И положим приправку. Можно обычный черно-молотый перец положить. Я положила приправку для свинины. Для фарша. Сейчас будем все перемешивать тщательно. Нашу начинку. Вот такой вот фарш у нас получился. Не знаю, передает камера или нет. Что здесь видно. Немножко кусочки грибов маленькие. Лучка видно. Все здесь вот. Именно надо так на блендере перемолоть. Чтобы были маленькие кусочки. Чтобы не было кашица. Из грибов и лука. Теперь будем готовить наши листики. Вот эту вот толстую часть будем аккуратненько срезать. Вот так вот. И так же будем делать с последующими листиками. Теперь мы будем формировать наши голубцы. Маленькие мы будем не разрезать. Вот так вот улаживать наш фарш. И просто вот так вот закручивать. И по краям я вот так вот беру и засовываю аккуратно туда кончики. Вот с маленьких у нас получаются вот такие небольшие голубчики с листьями. Я не люблю большие лапсы делать. Я никогда большие не делаю. Мне не нравятся, когда большие. Если большие листики, я их разрезаю пополам. Вот так вот маленькие беру и все. Пальчиком аккуратно внутрь все заправляю. Вот наш голубчик готов. А теперь покажу я вам на примере большого листика. Как я делаю с больших листиков наши голубцы. Большой листик я беру вот так вот разрезаю. По серединке, там где мы связали лишнюю нашу толстую часть. И сейчас покажу, как я буду формировать наш голубец в половине. Также беру налаживаю фарш. А затем беру вот так вот аккуратненько перекидываю сюда. Видно вам? Еще раз сюда. И вот так вот. Здесь ончик у нас зажат носик. А здесь как кулечек. И вот такой вот кулечек трехугольничек голубчик у нас получается. Это я увидела когда-то в интернете, наверное, года два назад. Попробовала. Мне понравилось. И я теперь как делаю. Очень удобно. Получаются маленькие наши голубчики. Не надо брать огромные, бояться, что ты его не скушаешь. И вот, вуаля, кулечек. Как перчик такой получается. Со средненьких листиков я леплю обычные голубчики. Ну, вот так вот, как обычно мы привыкли слаживать. И так, полуфабрикаты наши уже готовы. Мы завернули наши голубцы. Теперь можно уже их и тушить. Вот эту вот тарелочку мы оставим до выходных, пока приедет сын с учебы. Я ему стушу. А вот эти сейчас я по-быстренькому даже не в кастрюльке, а на сковородке с нашей поджарочкой, которую мы приготовили. Поставлю под крышечку и стушу. Нам с мужем хватит, а дочка голубцы не любит. Голубцы наши мы выложили. Поэтому вот кулечка мне нравится. Очень удобно. Можно в сковородке. Потом их на газовой плите хорошо запекать. Теперь нашу поджарочку вот эту мы будем вылаживать наверх. На наши голубцы. А потом все сверху зальем водичкой. Если вы любите, чтобы пожирнее, можете бульоном залить ваши голубцы. И будем ставить тушиться на газ. Также мы немножко посыпем приправки, такие как хмели-сунели. Куркумы чуть-чуть совсем. Я другие не сыплю для бульончика. И будем выливать нашу водичку подсоленную. Водичку я также подсолила и будем выливать. Водичка, не видите, подсоленая была. Теперь будем выставлять на газовую плиту. Наши голубцы мы поставили на газ. Теперь будем накрывать крышкой и тушить их до готовности. Вот такие красивые, аппетитные и, уверенно, очень вкусные. Потому что запах обалденный. У меня на кухне уже по всей кухне разошелся. У нас получились. А вот эта часть наших голубцов, они пойдут как в полуфабрикаты. Мы их заморозим до выходных. Кому понравился рецепт моих голубцов, ставьте лайк. Кому не понравился дизлайк, подписывайтесь на меня. С вами была я, Елена Волчек. Всем приятного аппетита. Рецепт будет, как всегда, в описании под видео. А теперь один голубец мы, как всегда, попробуем. А теперь мы наш голубец будем пробовать. Сейчас я его разрежу. Сразу покажу, какой он внутри. Вот, смотрите, какой он красивый внутри. И мяско. Вот грибочки, вот здесь маленькие кусочки. Рис хорошо проварился. Все очень ароматно. Сейчас будем пробовать. Я добавлю сметанки. Я люблю со сметанкой. Наши голубцы. И скажу, какой он будет на вкус. Всем советую приготовить такие голубцы. Очень вкусные. С рисом, грибами и с фаршем. И с такой вот красивой зажарочкой. Смотрите. Пока. 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 Пока.